Сучасные модели развития установки высшей адукации, подрыхтывку практика ориентованных специалистов и взаимодействия университета на конференции у Гродня представили педагоги и навыковцы из России, Украины, Казахстана, Польши и Беларуси. Уделы в международном форуме, який областные центры принимал 12 раз, взяли свыше 200 представников, ведущих замежных и айчинных ВНУ. Вольха Пелянчук расскажет. Минимум кроков АДДА до коммерцинного проекта – реализация распрасовок студентов и выкладчиков, притягнение замежного капиталу. На такие эффект различываются у Купаловским университете от деятельности науково-технологичного парка. Инновационная структура, открытая у лютым этого года, уже объединяет три резидента. Они работают в области IT-технологии, занимаются распрасовкой электронных средств научения и даже электромобилей. Уже сегодня резиденты, которые представлены, они работают на основе капитала иностранного. Ну, в частности, один из резидентов создан с участием иностранного капитала. И сегодняшняя конференция, по сути, дает нам возможность установления новых связей, формирования новых контактов между нашими учеными, для того, чтобы мы смогли сформировать какую-то инновационную предпринимательскую идею, которая в будущем вылезет в создание резидента технопарка. Новоково-технологичный парк Купаловского – один из вариантов сучасной модели развития установ высшейшей адукации. У Гродня такие презентовали свыше 10 ВНУ с 5 краин света. Например, представники Украинского педуниверситета рассказали, как замест аудиторий створяют комфортные психологические центры, дизайн которых придумывают и увасабляют сами студенты. Уникальной моделью адукации, которая грунтуется на национальной идее, поделились педагоги Алматинского университета. Я думаю, что здесь есть общие позиции, потому что Беларусь точно так же, как и мы, находилась в составе Советского Союза, того государства, которого уже как бы нет на карте мира. Но мы стали независимым государством. Я думаю, что у Беларуси тоже есть такие проблемы, которые могут быть взаимосвязаны. Я думаю, если наш опыт будет интересен, мы готовы поделиться этим. В Казахстане все студенты изучают дисциплину, которая называется Менгелик Ель. Менгелик Ель – это вечный народ. И здесь создан учебник около 4-60 страниц, по которому все учатся. Стать плясокой для обмену в опытом у навыковой, педагогичной и выховаучей деянности – одна за дейд, для которой 12 год тому задумывалась Международная навыково-практичная конференция «Техновобраз». За годы проведения на форуме гучала шмат идей, призванных зарабить высшую школу поспеховой и наблизить ее до звания ВНУ 21-го стагодзя. А кроме обмену в опытом, организаторы робят стауку и на взаимодейне. Так, по вынеках селетней сустрэши, было подписано 6 погодненьев, которые открыли новые на прамке супрацовненства для шести университетов разных краин.